Дыма с лесных пожаров накрывает все больше населенных пунктов Иркутской области. Однако сегодня впервые за пять дней некоторые жители региона смогли вдохнуть воздух чуть свободнее. Ждать ли улучшения ситуации и почему вообще возникла такая ситуация? Узнайте прямо сейчас. Горы видны, но очень слабо. На эту камеру, может быть, не видны вообще. Уже которые сутки Иркутская область задыхается в дыму от лесных пожаров. По последним данным, белой пеленой накрыты 736 сельских населенных пунктов и 9 городов в 20 районах Прибайкалья. В аэропортах из-за тумана даже задерживались и переносились рейсы. Например, вот так вчера выглядел аэропорт Братска. Из-за дыма рейс из Москвы задержался более чем на 4 часа. Впрочем, сегодня ситуация в воздушных гаванях региона значительно улучшилась. Задержек рейсов практически нет. Самой сложной была ситуация в Бадайбо, но и там стихия, наконец, позволила жителям вернуться домой. Но сотрудники аэропорта пока не расслабляются. Мы, конечно, обеспечим однозначно и продление регламента работы аэропорта, как только будет необходимо. Компании готовы вылетать однозначно при появлении минимальных условий, подходящих для приема воздушных судов. Чуть свежее в Иркутской области может стать уже в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют изменение погоды и столь желанные сейчас многими жителями дожди. В ближайшие три дня на территории Иркутской области ожидается прохождение атмосферных фронтов. Кратковременные дожди будут отмечаться в западных, центральных и южных районах области. Местами эти дожди будут сопровождаться грозами. И при грозах будет отмечаться усиление северо-западного ветра до 14 метров в секунду. В городе Иркутске также ожидается завтра вечером кратковременный дождь, возможно гроза, температура плюс 24, плюс 26 и 13 августа. Впрочем, помогут ли дожди в борьбе с самими пожарами – большой вопрос. Возгорание – проблема ежегодная, поэтому специалисты постоянно ищут способы предотвращения. Так, Greenpeace России назвал основные причины лесных пожаров в Иркутской области. Согласно исследованию, большая часть новых очагов в регионе возникает на местах вырубок. При этом это даже не те места, где лес валят черные лесорубы. Огонь берет свое начало на самых обычных легальных лесозаготовках. Как правило, это происходит из-за того, что рабочие жгут порубочные остатки и костры, курят и бросают окурки. Никогда ничего не загорается само от жары, от ветра. 98% всех пожаров, которые мы обнаруживаем, имеют пространственную связь с человеческими объектами. Чаще всего это не криминальные причины, это не какие-то злодеи, неуловимые черные лесорубы. Нет. Чаще всего это самые обычные люди, которые ведут обычные свои дела с применением огня. На основании полученных данных Greenpeace собирается добиваться изменений на уровне законодательства. В частности, изменить правила лесозаготовки, запретить сжигать порубочные остатки хотя бы летом, увеличить финансирование лесоохраны, а также сократить так называемые зоны контроля, где пожары мониторят из космоса, а не тушат. По мнению экоэкспертов, это позволит предотвращать пожары на корню. Однако пока все это лишь планы. Для жителей Иркутской области огонь и дым – реальная проблема здесь и сейчас. И когда она решится, сказать трудно. Дарья Ивазова, Виктор Черкашин. Новости по будням.